1930 год, мюзик-холл, Дунаевский дирижер оркестра. Я выступаю со своей первой программой, мы часто беседуем, сидя у рояля, и оба любим эти беседы. Оба молоды, оба готовы, погрузившись в море звуков, мечтать и не замечать всего, что нас окружает. Так признавался певец и верный друг Леонид Утесов. К тому моменту Дунаевский переехал из Москвы в Ленинград с десятком мелодий для спектаклей, эстрадных обозрений, водовилей и оперет. И в отличие от коллеги Шостаковича, полагавшего, что за написание музыки кинофильмам стоит браться лишь в случае крайней нужды, любил музыку во всех ее проявлениях. Могли бы вы 35 лет тому назад думать, что маленький музыкант, поклонник Бетховена, Чайковского, Брамса и Бородина сможет стать мастером легкого жанра. Но именно моя солидная музыкальная закваска помогла мне и помогает творить легкую музыку серьезными средствами. Удивлялся композитор сам себе в одном из писем и удивлял других, как, например, соавтора по фильму и режиссера Григория Александрова. Сыграв ему импровизацию для еще зарождавшейся картины «Веселые ребята», Дунаевский интуитивно попал в самую точку. Через ноты режиссер понял, каким должен быть его фильм. А для сочинителя открылись двери кинематографа и всесоюзные славы. На вопрос, кто написал музыку, письма носится из фильма «Волга-Волга», радостно отвечала «Дуня», намекая на прозвище композитора, собиравшего музыку буквально из воздуха. Хотя для полноценного погружения в искусство творцу приходилось уезжать из Москвы, чтобы не отвлекаться на бесконечные телефонные звонки. «И тот, кто с Дуней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет», распевала вместе со всеми веселыми ребятами Советского Союза актриса Любовь Орлова. Много девушек хороших пересматривала музыкальные комедии бесчетное количество раз, а копия картины «Волга-Волга» отправилась за океан в презент американскому президенту Рузвельту от Сталина. А вот патриотические официозные опусы всегда давали сочинителю с большим трудом. Как-то Дунаевский подарил советскому вождю кантату, Сталин же вместо благодарности ответил «Такую песню мог написать только человек, который не очень меня любит». «Все жилы вымыты ли мы друг другу, особенно ты мне», — сказался автору поэт Лебедев Кумач за 35 вариантов шедевра «Широка страна моя родная». Со своей стороны Дунаевский жаловался на цензуру. Нам все время тычут в пример Толстого, Чехова, Чайковского, Иглинку, Репина и Сурикова, но забывают, что нам не дают писать так, как писали они. Как глубоко уранимый творческий человек, маэстро все принимал близко к сердцу, которому не хотелось покоя. Когда на одной из творческих встреч коллеги-завистники в лицо сказали ему «Иссяк» Осипович, Дунаевский задумался и начал терзать себя, что, по мнению сына-композитора, укоротила его жизнь. А вот слова коллеги Шостаковича. Когда я вспоминаю музыку к фильму «Дети капитана Гранта», я не могу не испытывать сожаления по поводу того, что блестящая овертюра к картине, открывшая новую сторону таланта композитора, не повлекла за собой продолжение работы в этом плане. Эта овертюра – симфоническое произведение. «Те, которые издеваются надо мной и кричат, что я иссяк, не создали ничего, заменившего мои песни». Сам отвечал композитор, чьим призванием стало поднимать настроение людей в одну из самых непростых вех нашей истории. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok